Всем привет! Я Адриана, и сегодня я хочу вам рассказать о монстере. Изначально у меня было одно растение, которое мне отдали на восстановление. Оно очень сильно болело. Достав его из горшка, я увидела, что там идет загноение корней. И единственным вариантом, как можно было его сохранить, это почеренковать. Я его почеренковала, укоренила и рассадила на отдельные горшочки. Сейчас я вам расскажу, как я черенкую монстеру. Для этого нам нужен будет секатор, хлорогексидин, мирамистин или спирт. Хорошенечко его нужно будет протереть. И дальше нам нужно взрослое растение. На взрослом растении обычно растут вот такие боковые побеги. Вот здесь видно, что уже начинает расти воздушный корень. Я его срезаю вот так. Вот это счищаем. И уже вот это можно поставить в воду. Ставим в воду. В воду бросаем одну таблеточку активированного угля. Ну, чтобы вода не закисала. И буквально через два месяца у вас будут огромные, шикарные корни. Вот такие, как вот здесь. Ну, это просто борода хатабыча. Они полностью готовы уже к посадке, чем, в принципе, и займемся. Для начала монстере нужен будет примерно вот такой горшок. На дно я насыплю дренаж. Это очень важно, чтобы корни не загнивали. Вода должна уходить. Пару слов о грунте. Грунт я взяла для ароидных, так как монстера – это лиана. И в живой природе она растет на стволах других деревьев. Накрываем керамзит немножко. И теперь достаем все наши растения. И аккуратно распутываем. Аккуратно не получится. Разбирать я их не буду. Прямо так все вместе разом и посажу. Чтобы не травмировать корни. Но помним, что этого горшочка нам надолго не хватит. Выбирая горшок, нужно смотреть, чтобы все корни там вместились. Чтобы корни не были зажатые, но в то же время, чтобы горшок не был слишком большой. Потому что корни не смогут питать всю воду. Земля начнет закисать и пойдет загнивание корней. Немножечко вот так вот придавливаем, но не сильно, чтобы не сломать корни. По поводу полива. Полив должен быть умеренный. Лучше поливать два раза в неделю, но по чуть-чуть. Первый раз поливаем просто отстойной водичкой. Ну, в следующий раз мы уже можем добавить удобрения. Можно купить комплексное минеральное удобрение для декоративно-лиственных. Чтобы монстера не заваливалась, нам нужно будет для нее опору. В первое время нам достаточно будет таких палочек. Это палочки для опора орхидей. Вот я как раз-таки их и использую. Если таких нет, можно любую палочку и подвязать. Но чем мне нравятся эти палочки? У них есть вот такие петельки. Мы как раз-таки можем вот так подцепить. И все. И кустик держится. Какие могут быть ошибки при уходе за монстерой? Монстера любит хорошо освещенное место, но не палящие лучи. Вот, допустим, моя ошибка. Получил листочек ожог. Мне жалко его срезать, он растет уже давненько. Ну, пока вот так. Следующая ошибка – это полив. Чрезмерный полив. Я перелила вот эту шикарную девочку, и вот она мне сразу об этом сообщила. Вот, смотрите, получаются вот такие листочки, как немножечко подсохшие. Пока я срежу только вот эти вот части. По-сухому, не задевая живую ткань. Вот так. Монстера – растение большое, и оно прожорливое. Оно любит удобрение. Но при каждом поливе я стараюсь ему добавить сахар, иногда настой на банановой кожуре. Очень любит она опрыскивание. Когда я опрыскиваю, я добавляю либо тоже сахар, либо янтарную кислоту. Повредителям могу сказать следующее, что она поражается и мучнистым червем, и клещом. Чтобы этого не было, лучше проводить профилактические мероприятия, что делаю я. Я стараюсь почаще протирать водой с мылом. Можно просто хозяйственное мыло взять. Слабый мыльный раствор. И протираем. Стараемся сильно не нажимать, чтобы не травмировать. Потом опять промываем. И проходим по обратной стороне. Листа. Стараемся вот в этих углублениях хорошенечко пройти, потому что как раз-таки здесь и селятся наши вредители. На этом мои советы по уходу за монстерой закончились. Я думаю, что вам они пригодятся, и вы ими воспользуетесь. Продолжение следует. Продолжение следует...